Всем привет! Сегодня готовим баклажаны в духовке. Это просто потрясающая закуска, и готовить ее нужно без большого количества растительного масла. Начинается сезон баклажанов. Я очень люблю баклажаны. Это мой один из любимейших овощей. Я их ем любые, и жареные, и пареные, и какие хотите, и закрытые, и в масле, и с зажаркой. В общем, это мои вкуснейшие блюда с чесноком, даже с майонезом. Ну, в общем, я их просто обожаю. И сегодня будем запекать их в духовке с моцареллой, вкусными специями и помидорами. Баклажаны моем, чистить их не надо. Нарезаем вот так вот в толщину приблизительно около сантиметра. Вот так. Сейчас такие сорта о баклажанах, что они не горькие. Вымачивать их не надо. Солить и оставлять, чтобы они стекли, тоже не надо. Но если вы вдруг купили горькие баклажаны, то их надо будет посолить и отжать. Но я уже не встречала такие много лет, поэтому не парьтесь, и вы не найдете. Вот так. Режем два баклажанчика. Берем противень с пергаментной бумагой, не фольгой, чтобы ничего не пристало. Смазываем вот так вот растительным маслом. Даже если у вас хороший пергамент, как у меня, все равно смазываем. Смазываем потому, что баклажаны очень любят растительное масло. И если масло им не дать, они будут ругаться, где наше масло. Так, теперь противень чуть-чуть подсаливаем и выкладываем баклажаны. Вот так. Баклажаны сами надо сначала посолить. Теперь мешаем специи. Берем паприку, где-то полную чайную ложку. Перчик добавляем по вкусу, но немножко. И итальянские травы, где-то тоже полную чайную ложечку. Вот так. Теперь берем растительное масло и добавляем, чтобы у нас получилась смесь. Ну вот такая кашица должна получиться. Видите, вот такая густая. Наносим эту смесь вот так вот на баклажаны. Кстати, так можно готовить не только баклажаны. Очень вкусно получается, если вы будете готовить так цукини. Но именно цукини, потому что они не такие мокрые, с них не столько много влаги будет. Потому что если вы возьмете кабачок, у вас весь противень будет в воде. Теперь еще дополнительно. Я беру вот так вот на кисточке растительное масло и вот так вот еще раз промахиваю, потому что сами баклажаны хорошо впитывают масло. Вот так вот чуть-чуть. Можно так не делать, кто хочет более так диетически сделать это блюдо. Но так очень вкусно получается. Берем помидорчики. Если они такие небольшие, как у меня, режем кругляшками. Если нет, придется перерезать тогда пополам, если они у вас огромные. И помидорчики выкладываем вот так на баклажанчики. Смотрите, какая красота. Тоненько, нарезайте тоненько. Помидоры не нужно резать толсто. Выкладываем сверху моцареллу. В разогретую духовку 180 градусов 20-25 минут. Пока баклажаны готовятся, приготовим соус. Майонез. Сюда добавляем где-то столовую ложку нарезанного красного вот такого базилика. Так. И чеснок. Но чеснок по вкусу. Я беру 3 зубчика. Я люблю чесночные и тем более чесночные баклажаны. Так. Специи больше никаких не добавляем. Там все в баклажанчиках есть. Перемешиваем. И ждем, как достанем с духовки. Так. Теперь берем соус и заполняем соусом. Вот так. Чем больше соуса, тем вкуснее. Но это как по мне. Ну, а там смотрите по вкусу. Я где-то по пол чайной ложечки. Сверху украшаем зеленью. Вот так вот. И подаем. Получается очень вкусно. Их можно сделать сразу несколько противней. Смотрите, какая вкуснота получилась. Подождите, чтобы немного остыло. Сразу горячими их не едят. Они должны остыть. Сейчас расскажу, как это все сделать заранее. Как можно хранить в холодильнике. Ну, а подавать, если на стол, вот в таком блюде я подаю. Если к праздничному столу, то приготовьте их за несколько часов, чтобы они остыли. И вот такая холодная закуска вот так вот подается на большом блюде. Если вы хотите хранить в течение нескольких дней в холодильнике, просто делайте для себя, для дома. Значит, как я делаю. Берете какой-то судочек с крышкой, чтобы закрывался. Выкладываете первый слой уже приготовленных сыром, помидорами, баклажан. Смазываете это все соусом из майонеза, базилика и так далее. Можете больше чесночка добавить, больше базилика. Только единственный момент, я укропом свежим не сыплю, только базилик. Следующий слой выкладываю, следующий. И так вот, ну, целый противень. Ну вот. И чем больше вы их приготовите, они сметаются. Я лично за один присед съедаю 5-6 штук, 7, вот так, кружочков. Это целый баклажанчик, он просто улетается. А что самое классное в этом все, мне нужно большого количества растительного масла. У тебя вся квартира не воняет маслом, нигде ничего не брызгает, все прекрасно. И любимая закуска готова на всю неделю. Ну, в общем, приятного аппетита. Обязательно приготовьте, ставьте лайки, делитесь этим видео. Пусть у вас будут вкусные баклажанчики на этой неделе. Пока!